В воздухе витает волнение, девятиклассники в сборе, до начала экзамена практически час. В этом году в основной период ОГЭ сдадут более полутора миллионов школьников. Сегодня пятая гимназия встречает тех, кто выбрал английский язык в качестве одной из двух дисциплин на выбор. Всего 30 человек. Одно из основных правил испытания – сдавать экзамен придется не в стенах родной школы. Поэтому ученики девятых классов гимназии иностранный язык сдают в 64, 57 и 33 школах. Списки детей, организаторов и учителей всегда подают заранее. А еще уже не первый год на ОГЭ и ЕГЭ присутствуют общественные наблюдатели, рассказывает руководитель пункта приема экзамена Надежда Савченко. Наблюдатели у нас каждый год присутствуют на каждом экзамене. Это в основном родители восьмиклассников. То есть родители могут уже за год посмотреть, из чего состоит процедура экзамена, как эти экзамены сдаются, какая обстановка. И может быть успокоить своих детей, что не так все страшно, что мы все стараемся делать для того, чтобы уменьшить у детей стресс, чтобы они спокойнее сдавали, успешнее, не волновались. Для того, чтобы получить аттестат об основном общем образовании девятиклассники должны сдать два обязательных учебных предмета – русский и математику, и два предмета на выбор. В этом году самыми популярными дисциплинами стали общество знания, география, информатика и биология. Учителя уделяют достаточно пристальное внимание подготовке к этой форме экзамена. Это и работа с открытыми заданиями. Эти базы, они в принципе известны, с ними можно работать. Это и работа с заданиями прошлых лет. Это проведение, ну давайте назовем это пробного или репетиционного ОГЭ по всем предметам, которые дети выбирают. Поэтому они могут познакомиться в это время и с процедурой заполнения бланков, и с технологической процедурой проведения экзамена, оценить свои силы, насколько они готовы к выполнению этих заданий, где какие проблемы у них возникают. И учителям еще остается время для того, чтобы перед экзаменом подкорректировать те проблемы, которые в ходе этих пробных экзаменов появляются. Эксперты региональной предметной комиссии приступят к проверке работ уже завтра. Результаты станут известны в течение десяти дней. В этом году экзамены пройдут в 85 регионах России и в школах 58 зарубежных стран. Продлится аттестация до 2 июля. Следующие предметы, которые сдадут девятиклассники – биология, общество знания, химия и информатика. Основной экзамен по этим дисциплинам пройдет 27 мая. Выпускники из новых регионов в этом году без ОГЭ. Для них предусмотрен формат промежуточной аттестации. Для 11 классов экзамены начнутся также на этой неделе, 23 мая. Закончат сдавать ЕГЭ в этом году 21 июня.